Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Из-за циклона, принёсшего большое количество осадков на Сахалин, в Невельском районе 3 августа произошли многочисленные сходы грязевых потоков, перекрывшие железнодорожные и автомобильные дороги. По словам главы района, по всему округу зафиксировано свыше 20 оползней. Из-за схода селя на участок автодороги Невельск-Холмск в районе села Ясноморского оказалось затруднено движение. В самом Невельске сели сошли на пяти улицах, в том числе возле многоэтажных домов. Также сход грязевых масс произошёл в селе Заветы Ильича на улице Сокольники. Многочисленные сходы грязевых масс произошли на участке с 5 по 28 километра автомобильной дороги Невельск-Тамари, аэропорт Шахтёрск. Наибольшее количество сходов произошло на участке с 5 по 15 километр. На железной дороге из-за схода селя был закрыт перегон по направлению железнодорожного транспорта Невельск-Холмск в районе 11 километра. На всех пострадавших участках ведутся восстановительные работы. Ход ликвидации последствий циклона в Невельском районе находится на контроле губернатора. Распадок. Дороги вижу, распадок нет. Охренеть. Даже окошко кто-то не закрыл. Машину оставил. Вот так вот оползни посходили. Там рельсы, линии, поезда. Всё нормально так. Искупались. О, сопочки сползли. Вообще куча мала. О, они там рельсы. Замыло. Вообще нормально так. В распадок дорога. Там вон пробились. По тихой машине пробиваются. Реки Балига и Мыкирта в Забайкалье вышли из берегов. Потоплено 22 дома в Петровск-Забайкальском. 28 человек вывезли в пункт временного размещения. Местные власти помогают им добраться до родных. Потоплены и 23 дома в посёлке Орловский. Здесь живут 63 человека, 15 из них – дети. Вода проникла также в столовую и спортзал местной школы. По словам губернатора, воду откачивают мотопомпами. И никто же дорогу не перекрыл. Ай, ё, вообще ханает. В Бурятии из-за дождей резко поднялся уровень воды в реке Аракижа. Топит посёлок Гархон в Заиграевском районе республики. Местная дорога превратилась в бурлящую реку. Сложная погодная обстановка сохраняется в дальневосточном регионе. Поток от прорыва дамбы на Ханхалойском водохранилище снёс машины, два автомобильных и три пешеходных моста. Также подтоплено более 200 домов. В Бичурском и Мухаршибирском районах размыло два моста. Затопило дворы и огороды, также вода в домах. Электричества нет уже несколько суток. Властями была организована откачка воды тремя мотопомпами. В районе затопления введён режим чрезвычайной ситуации. Из-за подтопления было перекрыто движение на участке федеральной трассы Байкал в Бурятии с 556 по 587 километр, сообщили в МВД. Приморскому посёлку Терней грозит подтопление. Власти создали два пункта временного размещения для местных жителей. В Чугуевском районе из-за непрекращающихся дождей подмыло новый мост через реку Светлое. Некоторые участки дорог ушли под воду, там временно ограничено движение транспорта. Наиболее сложная ситуация в шести районах. Так, в Дальнереченске власти приняли меры, чтобы не допустить подтоплений на ближайших улицах. Специалисты сделали искусственный прорыв на дамбе, чтобы вода из Белой речки ушла в Большую Усурку. После того, как уровень воды упадёт, дамбу закроют и запустят мощные насосы. Проливные дожди, накрывшие вчера Санкт-Петербург, затопили дороги и привели к отключению электричества на нескольких улицах города. Судя по кадрам, которые петербуржцы публикуют в соцсетях, на некоторых улицах Петроградки скопилось столько воды, что она доходила до колена. Автомобили тоже наполовину скрылись в реке из дождевой воды. Александровский парк у станции метро Горьковская, Аптекарский проспект и Парашютная улица оказались буквально затоплены. Горьковская, Аптекарский проспект и Парашютная улица Густой туман окутал Москву вчера утром. Дымка заслонила собой верхушки жилых домов. В ряде районов плотная пелена практически полностью скрыла здания и улицы. Видимость на дорогах сильно ухудшилась. На работу аэропорта в столице такая погода не повлияла. За прошедшие сутки на территории Якутии ликвидировали 9 лесных пожаров площадью более 4,5 тысяч гектаров, в том числе один пожар в Олегминском заповеднике. В то же время в результате авиационного и космического мониторинга обнаружено 7 новых лесных пожаров на площади 714 гектаров. Всего на начало суток действует 66 лесных пожаров площадью 547 тысяч гектаров, в том числе 3 на землях особо охраняемых природных территорий. В тушении пожаров участвуют более полутора тысяч человек. Задействовано свыше 100 единиц лесопожарной техники. Продолжает работать авиация. Силами огнеборцев локализовано еще 8 лесных пожаров площадью почти 32 тысячи гектаров. Ожидается их ликвидация. Сильный ливень в Астане привел к подтоплению некоторых улиц города и аварийному отключению шести электролиний, сообщили в столичном Акимате. Последствия непогоды устраняют 200 единиц техники и все оперативно-выездные бригады. Проливной дождь с сильными порывами ветра наблюдался в столице несколько часов и успел напугать некоторых горожан. Ветром были повреждены деревья и некоторые конструкции. Тропический циклон Карлота сформировался 31 июля в Тихом океане и на данный момент имеет стадию урагана первой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 145 км в час с порывами до 185. Тропический циклон движется в западном направлении и угрозу для суши не представляет. Международный аэропорт имени Нитаджи Субхас Чандрабаса в Индии затопило в результате сильного ливня. Несмотря на это, руководство воздушной гавани заявляет, что работа ведется в обычном режиме. Воду с рулежной дорожки откачивали с помощью специальных насосов. В страдающем от наводнений и рекордных осадков в городе Джизен в Саудовской Аравии, не выдержав натиска стихии, обрушился автомобильный мост. Также в Джизане вдоль побережья прошел водяной смерч. В Пакистане произошло наводнение из-за прорыва ледника в округе Верхний Читрал в провинции Хайбер-Пахтунхва. В Пакистане В Калифорнии тушат пятый в истории наблюдений лесной пожар, охвативший территорию более 400 тысяч акров. Над тушением пожара работает уже более 6 тысяч пожарных, но из-за сухой и ветреной погоды его площадь продолжает быстро расти. На этом пожаре задействовано более 6440 человек. Извержение вулкана Сангай произошло вчера в Эквадоре. Расположен он на восточном склоне Ант. Его высота над уровнем моря – 5230 метров. Вулкан имеет три кратера. В Китайской провинции Сычуань камнепад повредил две машины на трассе. В Чили вчера продолжил бушевать сильный шторм. На этих кадрах – обстановка на складе Коука-Кола. Порывами ветра опрокинуты и разбросаны сотни ящиков и палет, складируемых там. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Продолжение следует...